Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Долго живём с парнем вместе, он очень эмоциональный и я. В феврале произошёл конфликт, он начал собрать вещи и носить машину. Я сокрыла дом и не пустила его. Произошла ещё большая драма, завершая дом, и теперь он не может мне доверять. Отталкивает, проводим вместе время, но инициатор больше я, и во всём всегда виноватый я. Говорит, что не доверяет мне совсем, и что делать, чтобы наладить отношения, не приложив ума. Но правда мне дорог, и я очень хочу убрать этот накопившийся негатив между нами. Посоветуйте, пожалуйста, как восстановить доверие и как убрать сложившиеся предубеждения друг к другу. Самый лучший способ сделать это, Алёна, это обратиться к семейному психологу, для того, чтобы вы провели парню в консультацию, и на ней, я думаю, в принципе, всё, можно будет это сделать. Ну вот, проговорите обиды. Выразить это не столь трудно. Вот. Другой вопрос, что... Вот вы пишите, что вы долго живёте с парнем. Ну, хорошо. Вы живёте долго. А что между вами общего? Что вас объединяет? То, что вы живёте долго, это здорово. Но объединяет вас что? Если между вами есть недостаток общего, вот, то это проблема, я бы сказал. Ну, если вот между вами, ну, если вам как-то вот не хватает общего, да, того бы, что вас объединяло. Дальше. Вы говорите о том, что, вот, вы оба эмоциональны. А, что такое эмоциональность? Ну, то есть, вот, буквально, что есть эмоциональность. То есть, хотите ли вы с этим, ну, что-то сделать? Я имею в виду, вот, со своей эмоциональностью. Может быть, как-то лучше со своими чувствами взаимодействовать. То есть, может быть, как-то лучше разбираться в своих чувствах, в своих эмоциях, да? Интересует ли вас это? Если да, то вам нужно в этом помочь. Потому что повысить эмоциональный интеллект не представляется чем-то таким уж суперслой. Дальше. Конфликт. Скандал. Здесь я бы рекомендовал вам поисследовать психологическую игру, которая так и называется. Скандал. Поисследуйте ее, и вы увидите, что там есть вполне реальные основания для того, чтобы этот скандал устроить. Это формализованное сообщение. Это негативооплощение при эмоциональном сближении. Это проблематика личных границ. Вот, неверность в себе. Общая зажатка. Ну, и накопившиеся чувства, конечно же, тут тоже. Дальше. Что, что сделали вы? Какой ваш вклад в конфликт? Вы закрыли дом и не пустили его. Чем это обусловлено? Какова ваша субъективная сторона? Вы говорите, произошла еще больше драмы из-за вещей. Драма со стороны кого? Он не может мне доверять и отталкивать, пишете вы. Хорошо, у него есть проблема. Хочет ли он эту проблему решить? Если да, то как? Потому что ему эта ситуация, когда он проводит с вами время вместо этого инициатора, вы и вас виноваты вы, ему выгодно. Вопрос в том, хочет ли он это изменить или просто пользуется этой ситуацией. Кстати, а как вас с чувством вины? Чувствуете ли вы себя виноватым? Если чувствуете, чувствуете ли вы себя виноватым? Это определенные подавленные чувства, которые вы вытесняете виноватым. Вот вы пишете, говорите, что не доверяет мне совсем, и что делать, чтобы наладить отношения, у меня не приложу. И это правильно. Потому что не вам нужно налаживать отношения, не вам нужно решать эту проблему, а ему. Вам нужно решать свою проблему. Проблему эмоциональности и, вероятно, страшно потерять его, потерять, потерять, ну, своего молодого человека. Следующий момент. Вот вы поругались. Да? Вы поругались. Но, судя по тому, что вы пишете, вы же помирились. Раз вы проводите время вместе, то я могу предположить, что вы помирились. А как, простите, это произошло? То есть, вот как произошло, что вы помирились. Было бы неплохо этот момент поиследовать. Потому что для примирения нужна воля. Желаю. Зиму. Тыман. И Ты Все. Я это классный. И эээээ. Это Филю и Вот это то, что мне интересно. Какая цель у него в примирении, что вы решили в этом примирении? Были ли сделаны какие-то выводы в этом примирении? Ну и тогда вот это, как мне кажется, очень важный момент, что, грубо говоря, что-то происходит. Да? Ну просто вот там, грубо говоря, между вами что-то происходит. А что происходит? Непонятно. Какое ваше отношение к тому, что происходит? Его отношение. Почему вы должны решать, условно говоря, проблему его отношения? Почему вы берете, условно говоря, на себя вот эту ответственность? Насколько это адекватно? Скажем так. Да? Вот. Ну и что касается негатива, да? Вот. То есть, ну, если мы говорим вот конкретно о негативе, то конкретно вам, конкретно вам, этот негатив можно выразить... опять же, с психологом, вот, признав, признав, что вы можете быть чем-то недовольны в контексте, молодого человека. То есть, вам может что-то не нравится. Ну, в нем. Да? Вот. И если вы это будете игнорировать дальше, то вот будут проблемы. Условно говоря, конфликты между вами будут повторяться и, собственно, недоверие будет расти. А если вы как-то вот, скажем так, психоэмоционально еще и вовлечены как-то вот в эти отношения. То есть, если вы, например, привязаны к мужчине, да? Если вы, там, боитесь, например, его, ну, допустим, потерять, к примеру, да? Ну, вот, то все в этом смысле, ну, еще будет, значит, серьезнее. То есть, все в этом смысле будет для вас еще тяжелее. И ситуация для конфликтов будет становиться сильнее, сильнее. Вот. Поэтому, поэтому, я думаю, что, прежде чем идти, вот, значит, на консультации, да, прежде чем, ну, как-то вот, работать, вот. Вам нужно сначала разобраться в себе, вот, определить, что является для вас проблемой, вот. И после этого уже решать вопрос. Ну, я не думаю, что можно доверять человеку. Вот. А, так как, ну, так как вы, вот, говорите про своего мужчину, вот. Понимаете? То есть вот, можно, можно было бы поработать еще и над, э, 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 лучшими границами, э, э, вашими. важные. Вот. И надо собственные ценности. Вот. Ну, ваши. Опять же. Вот. Такая вот история. Поэтому. Как-то так. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращаться. Удачи. 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 Эта.